В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Жизнь живых». В центре внимания участников проекта – исторический центр Нижнего Новгорода. Все элементы которого – людей, партии, деревянные строения – можно рассматривать как цельную экосистему. Как сохранить постепенно растворяющийся дух былых столетий? Можно ли сберечь не только здание, но и его историю? Есть ли в жизни города место природы? Выставка «Жизнь живых» – проект Волговятского филиала Государственного центра современного искусства. Некоторое время назад она была представлена в Нижнем Новгороде, и теперь знакомство с ней ожидает московскую публику. Проект посвящен взаимоотношениям искусства и города. В общей сложности на выставке демонстрируются более 30 произведений – скульптуры, графические листы и живописные полотна. Во всех этих работах интересно соединяются разные дисциплины – краеведение, история архитектуры, экология и философия. Часы работы с 11 по 31 марта, вторник, среда, суббота, воскресенье с 12.00 до 20.00, четверг, пятница с 12.00 до 21.00. Адрес Государственного центра современного искусства – улица Зоологическая, дом 13, строение 2, ближайшее метро – Баррикадная и Краснопресненская. В Москве состоится фотовыставка, посвященная Году экологии 2017. Фотовыставка рассказывает о природе умирающего Аральского моря и о неземных ландшафтах Плато-Устюрт, где время будто остановилось. Часы работы с 21 марта по 14 мая, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Четверг с 13.00 до 21.00. Адрес Дарвиновского музея – улица Вавилова, дом 57, ближайшее метро – Академическое. Продолжим артефактами земель славянских. Андрей Масловский, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника, рассказал о людях, которые населяли город, которому в этом году исполняется 950 лет. На протяжении многих лет Андрей руководит археологическими раскопками. Наряду с основным населением в Азаке проживали русские, армяне, аланы, не говоря уже о европейцах, которые имели здесь свое представительство в виде торговых колоний. В XIII веке на территории современного Азова находилось два города-крепости – Азак во главе с эмиром Золотой Орды и генуэско-венецинанский город-крепость Тана. По словам Масловского, в городах Золотой Орды проживало много русских людей. Русские, наряду с другими этносами, могут с полным правом считать культуру Золотой Орды своей. Особенно много русских проживало в городах Поволжья, Болгарии, Укеки, Водянском городище, но и в Азаке русская община была немаленькой. В более позднее время, в турецком Азове XVI века, доля русского населения составляла около 20%. При этом русские люди не были оборванцами рабами, живущими в норах. Об этом свидетельствует кухонная керамика. Русские упоминаются в итальянских нотариальных актах. Они заключают сделки, вступают в брак с итальянцами, ищут своих родственников. Помимо керамики, свидетельствами о пребывании русских людей в Азаке XVI века являются православные кресты с кореновидными концами. Когда города Золотой Орды начали погибать, и на службу к московским князям стали приезжать даже золотоордынские аристократы, русские люди из этих городов стали бежать на север. Те русские, которые остались в Азаке, стали жертвами тимуровских полчищ, уничтоживших город в 1395 году. Но многие все же уцелели и продолжали жить в городе вплоть до XVII века. Башкортостан презентовал во Франции проект создания историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш». Это произошло во время визита башкирской делегации на юг Франции. Поездка была связана с посещением музейных комплексов, посвященным пещерам Шове и Ласко. Археологи и архитекторы под руководством директора научного производственного центра Данира Гайнурина передали в библиотечные фонды французских музеев печатные издания, посвященные Башкортостану, пещере Шульгаштан и эпосу Урал-Батор на французском и английском языках. Ученые отметили схожесть сюжетов изображений животных и абстрактных знаков пещеры Шульган-Таш с европейскими аналогами. Очередная встреча российских и иностранных коллег пройдет в Башкортостане в июне 2017 года в местности Мурат-Тугай Бурзянского района на международном симпозиуме, посвященном музификации и консервации пещерной живописи. На летний симпозиум приедет известный в Западной Европе реставратор, художник по копиям наскальной живописи Ален Далис, который оценит сложность и стоимость изготовления копий участков стен пещеры Шульган-Таш с живописью эпохи Палеолита. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Новосибирске 18-19 марта пройдет очередное занятие Школы ведического знания «Рассвет Сварага». Это занятие в школе посвящено теме нумерологии и кармической астрогеографии. Славянская нумерология не имеет ничего общего с пифагоровой или индийской. Она содержит в себе древнюю систему ВАРН, которая, как считается, основана на этапах гармонического развития человека. Ведущий Андрей Вашко. Место проведения – актовый зал Новосибирского политехнического лицея, Академгородок, Российская улица, дом 3, корпус 1. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Новосибирске 17 марта состоится концерт Владимира Гусляра. Послушаешь переливы гусли и словно сказку перенесешься, а хороводы с песнями да подсказочные гусли наполняют сердца светлыми образами и энергиями, укрепят связь с родом и подарят силу, мудрость и глубину, вложенную в эту форму народом. Былинные песни, сказы, стихи погрузят в атмосферу Руси-матушки, русских богатырей. Скоморошины развеселят, а хороводы придадут мощный заряд позитивной энергии. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 14 марта. Вторник. Берестяные грамоты экономика Древнерусского государства X-XII веков. Автор-сказитель Андрей Тюняев. 15 марта. Среда. Путешествие к озеру Шаманов. Автор-сказитель Дмитрий Назаренко. 16 марта. Четверг. Чуть белоглазая. Карликовый народ. Автор-сказитель Алексей Комогорцев. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если Вы считаете, что в Вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Народное славянское радио Все нужно, все важно Субтитры создавал DimaTorzok